Я понимаю, что в наших именах, многие говорят, ничего интересного нет. Я помню, как Джошуа, наш младший сын, попав в еврейскую школу, ему спрашивают, как тебя зовут, наша еврейская школа постсоветская, ему говорит, Егошуа или Джошуа, как, как, Джошуа, ну что это за имя, и кто-то говорит из старых еврейских преподавателей, Яша, он говорит, нет, не Яша, Джошуа, Яша, он говорит, нет, Иисуса нами, но знаешь Библии, вот это Я. Знаете, в один момент он даже сказал, я хочу, чтобы поменять имя. Я говорю, зачем? Вот не нравится Джошуа, мне все дразнят. Я говорю, кем ты хочешь быть? Даниилом. Но сейчас я думаю, что ему нравится это. Поэтому, когда мы говорим об именах, что интересного в имени? Мы говорим о том, что, как Бог хочет раскрыться. Если у язычников есть конкретные имена богов, да, то наш Бог, он был знаком или узнаваем человечеству, как Элохим. Вначале, Бог святой, то есть Элохим творил, как творящий Бог. Потом мы используем это имя. Далее мы говорили о том, что Бог открывается, как Бог отношений. Это мы говорили, это имя, которое очень важно было. Это имя, которое евреями не произносится, не произносится очень часто, вообще не произносится. Они просто сокращенно на буквах говорят, «Гове, Гове» – это значит «Егова». «Егова» – это, и то они пытаются это вообще не произносить. Потом мы говорили о том, когда Моиша пришел к евреям, хотя видно, что он не знал имени Бога, правда? Если бы знал бы, то не спрашивал, как вот я приду к этим евреям, к своему народу. А вообще, кто тебя послал? У нас есть несколько вариантов его имен. Одно из них, какое расскажешь, да? И Бог говорит, я – «Егова», сущий, то есть, да? Бог говорит, послал меня сущий. Он приходит к евреям, и видно, что он говорит, «Тот меня послал». «Меня послал Адонай». Но это очень важно, потому что он приходит, понимая, под кем он ходит. Не под фараоном. Он не раб фараону. Он раб Господен. Он исполняет волю Божию конкретно так, как Бог его это просит. Мы можем такими быть. Можем сказать, что у меня Господь – это Адонай. Если да, то мы должны будем исполнять то, что он просит. А еще, говорит, мои заповеди, они не тяжелые. Они легкие. Вы скажете, как легкие? Есть такое, что вообще нельзя вообще исполнить. Но первое – это возлюби ближнего твоего, как самого себя. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Это заповедь, тоже она существует. Далее мы говорили о Иегово-Ниси. И это Господь – знамя мое. А также «нес» означает как чудо. Фактически, Бог – как мое чудо. Знамя, которое перед моими врагами. И чтобы знали, что Бог на моей стороне. Мы говорили, что Господь – это Эль-Гибор. Имя Эль-Гибор – это Бог прорыва. Он сильный. Он со мной. И когда мы, евреи, мы говорили, помните, обвязывали себя тфилином, да, и покрывают. Говорят о том, что я как человек, как сущность творения, я слабая. А мы понимаем, что мы слабые. Мы болеем. У нас есть еще, как бы, такое настроение. То хорошее, то плохое. Как люди, мы очень слабое творение. Поэтому нам нужен Бог. И мы напоминаем себе, что Эль-Гибор – это наша защита, да. Мы говорили, что Бог всемогущий. Эл-Шадай, да. Мы покрываем Его с собой. У нас есть мезуза, напоминание. Эл-Шадай – то, кто покрывает, к которому мы укроемся, будем иметь безопасность. И мы говорили о Егова, как Эл-Шадай – это Бог Авраама, Ицаха и Иакова. Всемогущий Бог. А сегодня я вообще, как бы, обдумывал, заканчивать ли мне эту тему. Потому что все-таки 85 имен Бога, всех их не проповедуешь, их не все расскажешь. Для этого есть библейская школа, Мессианский библейский институт. Пожалуйста, добро пожаловать учиться. Мы там возьмем все эти 85 и будем говорить о Боге, о значении. Но каждый спросит меня, зачем это вообще нужно? Зачем нам знать имя Господа? Или Бога? Потому что для нас, как на русском языке, слово Бога – это как бы некая сущность там, незнакомая. А когда мы знаем, кто Он является, кем Он является в тот момент, когда нам Он нужен, в каком мы состоянии, тогда раскрывается Его сила любви, и Он говорит, я с тобой рядом. Я – Эль Гибор, я буду твоей защитой, я буду бороться против твоих врагов. Или же, когда мы слабы, нам нужен твой покров, мне нужна твоя защита. Он говорит, я буду всемогущий. То есть, Эл Шедай, я покрою тебя, я буду твоим хранилищем. И когда я думал об этом, потому что очень часто мы слышим другие имена, например, имена Егова Шалом. Кто слышал такое? Егова Шалом. Также мы знаем, что Егова Ира, Егова Шама, Егова Рафа, как целитель. Момент такой очень важный, потому что все имена возможные я буду говорить, об этих важных именах, об исцелении, об защите. Я бы хотел, наверное, сказать об имени, которое, как ученые, не раскрывают. Именно христианские. Христианские ученые, они не раскрывают этого имени и не часто говорят. Но, как люди, мы его используем. Мы говорим об этом имени, но раскрыть его нам не всегда удается. Но знаете, когда я думал об этом, я все-таки нашел это имя. И хочу сказать, что я также нашел одного из ученых, который сказал таким образом. Кендалл Сауэлл говорит, теология, изучаемая без Бога Израиля, такая теология, приближена к тщеславию. Теология без Бога Израилева, это теология тщеславия. И христианам, как бы такое, это имя, о том, что буду говорить, не совсем понятно. Или же, они бы хотели, чтобы так было. И на этом и базируется теория замещения. И это имя, очень интересное, имя, Элуха Израиль, Бог Израиля. Вы говорите, ого, мы говорим, да Бог Израиля, да благословите Бог Израиля. Мы говорим, а имя Бог Израиля, фактически, он нужен, чтобы понимать вообще Божий промысел для нашего народа. Хотя, скажу вам, что сложно было найти тех теологов, которые раскрыли бы это имя, имя Бога Израиля. Наши надежды, наши отчаяния, отчаяния наших отцов, обещания Богом, данные нашим отцам, именно было при первой встрече Бога, Эль Шедай, с Авраамом, который стал отцом всех народов, многих народов, нашему народу. И на этом основании, на этой встрече Бог Израиля открывается как Бог надежды. Бог Израиля, Бог обетования для всех поколений после Авраама до сегодняшнего дня. Когда мы говорим Бог Израиля, мы должны понимать, что это Бог обетования для всех потомков Израиля, именно Авраама. Несмотря на противоречие, которое наш народ кидал к Богу и спорил с ним, непослушный был, был вот такой недоверие Богу, Бог все равно оставался Богом Израиля. Несмотря на страдания нашего народа, несмотря на то, что мы отвергали Бога. В нашей истории, как еврейский народ, мы отвергали Его. Даже один из моментов меня спрашивал один из епископов ваптистского движения, здесь, в Одессе, он говорит, вот, когда Арон создал Тельца, и сказал, вот, Израиль, вот этот Бог, который тебя вывел из Египта. Но ведь мы не видим, чтобы Бог его наказал каким-то образом за это. Он говорит, значит, что-то было не так или что? Ты мне объясни. И мне пришлось ему объяснять, что фактически как Бога, который, вот, Егова, он еще ему не раскрылся. Да, вот, он, наверное, основывался на Бог всемогущей, но он не знал именно сущности Бога. И только когда он вступил в свое призвание как первосвященник, он начал раскрывать в себе это имена Божьи, которые давали ему уже право двигаться вперед. И уже тогда не было ему пощады. Помните, когда он был первосвященником, стал первосвященником, он в один момент о себе немножко так поднялся против Моше и стал немножко проказованным. Так, чуть-чуть немножко так. Ну, на секундочку так. Уже когда знал законы или правила. Но хочу еще раз сказать, когда наш народ даже отходил от Бога, ставил идолов, и Бог очень ревно к этому относился, Бог Израиля оставался верным своим обещаниям, своим словам. Вот что значит Бог Израиля. Давайте вспомним одну историю, даже фактически это про образ, тот, который Бог дает Иезекиилю, как пророку, сказать, что в жизнь Израиля. 16 глава пророка Иезекииля. Он говорит так, скажи, так говорит Господь Бог через Иерусалима, твой корень и твоя родина в земле ханаанской, отец твой амарей, а мать твоя хитиянка, при рождении твоем в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, то есть пуповины, водой ты не была омыта для очищения, солью не была осолена и пеленами не повито. Другими словами, ты никому не нужна была. Израиль, тот день, когда ты родился, ты не был никем, был пренебрегаем, и он говорит, ни чей глаз не сжалуется над тобой, чтобы измилости к тебе, сделать тебе то, чтобы нужно это было, но ты выброшена была на поле по презрению к жизни твоей в день рождения твоего. Мы понимаем, что Бог влюбляется в то, что ужасно, возможно, брошено, оставлено. И проходил я мимо, 6 стих, и увидел тебя, брошенную на попрание в крови твоей, и сказал тебе, в крови твоей живи. Так я сказал тебе, в крови твоей живи. Умножил тебя, как полевые растения, ты выросла, стала большая, достигла превосходной красоты. Он говорит, ты стала взрослой, и проходя мимо тебя, я увидел тебя, и вот, это было время твое, время любви. Простер, я воскрыли рысь моих на тебя, покрыл ноготу твою, поклялся тебе, то есть, делал клятву, вступил в союз с тобой, говорит Господь Бог, и ты стала моей. Вот, хочу, чтобы вы услышали, когда говорят Бог Израиля, Он говорит, я Бог Завета, я все это видел, и теперь я хочу обручиться с тобой, и не просто я Бог, Авраама, Ицаха, Якова, я не только Эль Гибор, я хочу быть твоим навечно, обручиться с тобой законом, вот, будем говорить, свадебным законом, и омыл тебя водой, и смыл с тебя кровь твою, и помазал тебя елеем, надел на тебя узорчатое платье, обул тебя софьяновые сандалии, обвисал тебя висоном, покрыл тебя шелковым покрывалом, и на нарядил тебя в наряды, и положил на руки твои запястья и на шею твою ожерелье, дал тебе кольцо в твой нос, серьги вышав твои, и на голову твою прекрасный венец, так украшалась ты золотом, серебром, одежда твоя была висоном, шелк и изорчатые ткани, питалась ты хлебом из лучшей пшеничной муки, медом, милеем, была чрезвычайно красива, достигла царственного величия, и пронеслась по народам слава твоя ради красоты твоей, потому что она была вполне совершенна, при том великолепной на рядах, которые я возложил на тебя, говорит Господь Бог, мы не будем читать всю историю, но мы знаем, что потом ты отказалась, ты начал служить другим идолам, принимать подарки, даже платить за то, чтобы с тобой имели отношение, но ты стала блудницей, приносила в жертвы своих детей, все непотребное делала, и все было посрамительно, мы видим, что здесь происходит, но знаете, в конце вот этой же главы что-то происходит, 58 стих, за разврат твой и за мезот твоей терпишь ты, говорит Господь, знаете, что люди терпят за свое отхождение от Бога, потому что Бог, он Бог есть ревнивый, Он тебя предал этому, другому, вот этому, за то, что ты сделал это, ты терпишь это все на себе, голод, нищету, ужасы всевозможные, ибо так говорит Господь Бог, я поступлю с тобой, как поступала ты, презрев клятву нарушенного союза, он говорит, а к чему это? но, знаете, он перечисляет и тут говорит последние два стиха, я восстановлю союз мой с тобой и узнаешь, что я Господь, для того, чтобы ты помнила и стыдилась, чтобы впредь нельзя было тебе рта открыть от стыда, когда я прощу тебе все, что ты делала, говорит Господь Бог, Бог Израиля, несмотря на то, что Израиль отходил от Бога, Он не дал ему разводного письма, Он не дал ему разводного письма, именно в Израиле мы говорим как мужской рода, но Израиль здесь как женский род, Он не дал разводное письмо, при всем, что произошло, потому что Он говорит, я заключил союз с тобой, я тебя одел, обул, омыл, я сделал все необходимое, даже когда ты упала, когда ты отвегла меня, когда ты ушла, я все равно остаюсь верным нашему союзу, Бог не просто хотел явить себя как Элохим, Творец, и даже не как Эл Шедай или Эл Гебор, Бог всемогущий, который сражается за Израиль, Бог Израиля означает больше, чем Бог Авраама, Бог Ицаака и Якова, это Бог завета, любви и обеспечения, Бог Израиля означает брачный союз навеки, и Ишуа говорит такие же самые слова, я никогда тебя не оставлю, даже если дитя оставит свое дитя, я тебя не оставлю, имеется ввиду, даже если произойдет то, что ты оставишь меня, то я и буду все равно верен и буду все равно прощать, я буду тебя тянуть к себе, потому что я хочу, чтобы где я там и ты был. Вы скажете, разве люди не идут в ад? Идут, но последнего дыхания своей жизни Бог все равно оставляет надежду этого союза, союза. если вы могли бы посмотреть на то, что открывает Иезекииль, это величайшее откровение, откровение в отношении народа, причем спасенного народа из Египта, но и также отвергнутого народа, потому что, знаете, когда ты изменяешь своему Богу, служа другим Богам, последствия ты и там не нужен будешь. Чтобы понять вот этот завет с Израилем, нужно понять, что вообще Бог говорил Аврааму. Помните, это 12 глава, посмотри на небо. Вот, можешь перечитать эти звезды? Они сияют так хорошо. Можешь перечитать? Посмотри на море, этот песок, ты можешь читать, в переводах говорит, посмотри на землю, на эту пыль земную, ты можешь вот так будут твое наследие. Вы скажете, ну, мы же можем посчитать евреев сколько? Знаете, что это говорит? Это мое личное понимание. Звезды, это то далекое неследимое, которое отражает свои, как бы тот солнечный свет и свое солнце каждой галактики есть, но для того, чтобы все остальные звезды были сиянием. То есть эти звезды нужны, чтобы друг друга освещать. Песок морской, без моря он ничего не значит. А если морской песок, значит, там в этом песке есть растительность, есть животные, есть то, что Бог создал там. без праха земного, то не будет семя, которое будет посеяно, которое будет прорастать. Израилю нужны были народы. А я вам скажу больше. Народом нужен был тот Израиль, который был бы светом и той почвой, где было бы семя посеяно. И потому что Библия об этом говорит. Столько поколений прошло, столько народов исчезло, столько империй исчезли, а Бог оставил наследие свое. Мы посмотрим в истории это, а империи проходят, а Израиль он жив. Это чудо. Почему я говорю об этом? Бог Израилев, Бог Завета. И мы становимся частью этого Завета. 71 Псалом говорит, Благословен Господь Бог, Бог Израилев, единый творящий чудеса. Мы видим это имя, но мы не провозглашаем его, потому что мы очень часто не понимаем его. И благословенно имя славы его вовек, и наполнится славою его вся земля. Говорит, аминь, и еще раз аминь. Вот слово чудеса, потому что здесь в 18 стихе говорится, и один творящий чудеса. Знаете, там больше, чем просто чудо. Там слово такое больше ожидаемого. Кто из вас ожидает чудо? А Бог говорит, я Бог Израиля. Ты поймешь, если ты будешь понимать, что я больше, чем ты ожидаешь. Скажите, скажите, разве Авраам ожидал больше, чем просто то слово, у тебя будет сын? Он, наверное, не ожидал большего. Как насчет того, что когда пришли к Красному морю, перед тобой Красное море, сзади атакует тебя армия, слава Богу, что здесь еще огонь, который отделяет нас. А ожидали они большее спасения или нет? Ожидали или нет? Ожидали ли они, что Бог разделит море больше, чем ожидания, больше, чем чудо? Такого они не ожидали. Поэтому он говорит, я Бог, Бог Израилев. И это слово чудеса означает делать необычное, чудесное или удивительное, творить больше, то есть давать относительно обета оплату, то есть больше, чем ты ожидаешь этого. Знаете, я был очень удивлен историей Самуила. Кто из вас читал вот Танах, подходите к Самуилу и вы понимаете, история Самуила это история перемены, истории вообще Израиля, новые, с этого начинаются вообще малые пророки, хотя мы не совсем понимаем, это малые пророки именно с этого начинаются обещания и выполнения божьих обещаний. Но больше всего в этой истории с историей с Самуилом меня впечатлила его мама Хана. Анна, да? Хана, она удивительный человек. Она сделала нечто, что вдохновило вообще мою веру. Потому что я начал смотреть в этом контексте, я начал видеть, что эта женщина вообще в ее пример вложил в меня, вклал в меня это семя веры. Я начну читать. Первое царство, первая глава, там есть такие с 12 по 17 стих, важный последний. Но между тем, как она долго молилась перед Господом, а почему она молилась, помните, да? Она была одной из жен еврея, алканы, и у одной были дети, а у нее нет. Когда у тебя детей нет на первый год, ты начинаешь молиться. Когда это уже нету детей на третий год, ты начинаешь просить поддержки, молитвенной поддержки от твоих соседей. Когда нет детей уже на пятый год, ты начинаешь большую нужду на общество помолить из-за меня, у меня нету детей. То есть начинается уже люди смотреть на тебя немножко так с презрением, что ты не можешь родить. Ты бесплодна. На десятый год ты уже наверное идешь туда, откуда надо просить, молить. Вот здесь слово такое desperation это безвыходное положение. На десятый год у нее безвыходное положение. Она уже скорбит, она уже презрение, она понимает, что если не иметь ребенка, это будет проблема. Или смотрел на ее уста. Поэтому когда я смотрю на людей, да, я смотрю как вы молитесь. Не читаю по вашим устам, что вы говорите к Богу. И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, не было слышно голоса ее, то Или счел, что она пьяна. Поэтому чтобы мы не считали, что кто-то в каком-то неправильном состоянии, молитесь громко. И сказал я, Илия, доколе ты будешь пьяной, отрезвись от вина твоего и иди от лица Господня. То есть, так, иди отсюда. Так, нельзя пьяному приходить перед Богом, что хочешь говорить, не за что ты вообще наговоришь. И отвечала Анна, сказала, нет, господин мой, я жена скорбящая духом, вина и секера не пила. Это не мой способ решения проблемы, друзья. Люди чаще всего из-за горя. Чего пьешь? За горе. Вот такое горе. Дай секеру в горе таком, нищему. Послушайте, она говорит очень просто вещи. Послушайте, друзья, друзья. Она говорит священнику, я не пила ни вина, ни секера. Это не мой способ. То есть я не к этому подхожу. Но изливаю душу мою пред Богом, не считая рабы твоей негодной женщиной, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе, до этого момента. А ты мне говоришь, что я пьяна, да? И отвечал ей Ильей, сказал, иди с миром. И Бог Израилев исполнит решение твое, чего ты просила у него. Бог Израилев значит что-то знает Ильей об имени Бога Израилева. Он говорит, иди я тебя благословляю именем Бога Израилев. Это благословение от первосвященника во имя Бога Израиля сделала свое дело. Сделала свое дело. Благословение больше, ожидание. Вот она встала, думаете, что-то произошло? Глав сказал, вот я тебя благословляю имя Бога Израиля. Иди, будь благословен имя Израиля. Что-то произошло внешне. Ничего. Она просто встала, поела и пошла домой. Для многих из нас. Мы иногда реагируем на наши благословения очень, как бы так сказать, ладно, ладно, хватит, столько уже благословляли, хватит мне этого благословения. Когда мы говорим, пускай тебя Бог благословит. Мы надо, сколько уже просили. Ничего не происходит, ну ладно, прием как ешь. Она так не поступила. Она нуждалась в правильной реакции. Например, вот смотрите, что она говорит, она же сказала, да найдет раба твоя милость в очах твоих. И пошла она в путь свой, ела, лицо ее не было уже печальной, как прежде. Она приняла слово. Если ты знаешь, такое Бог Израиля, больше, чем ты ожидаешь, говорит, хорошо, я принимаю, я печаль свою снимаю, я начинаю кушать, я начинаю жить в верах, хотя ничего не произошло. Еще ничего не произошло. Потому что она говорила, я знаю, в кого я верю, я знаю, в кого верит этот священник. И как уже говорил, разве Моше знал, что Бог сделает с морем? Это в списке исхода не было, если помните, да? Это часть не десяти этих проклятий, которые на Египте было. Но он не знал. Он молился, и больше, чем достаточно, больше, чем он ожидал, вдруг происходит нечто великое. Дальше мы видим, через некоторое время, мы видим, что происходит с Анной. Это уже девятнадцатый стих, что Господь вспомнил о ней. Естественным образом ничего не изменялось. Естественно, пошла иметь опять отношение со своим мужем. и написано, что Бог вспомнил о ней. А через несколько время зачала Анна, родила сына, дал ему имя Самуэль, что говорила. Я испросила его. Интересно это состояние. Проси то, о чем ты еще не знаешь, что произойдет, но точно быть уверенной. Я испросила у Бога его сына. Для многих из нас это во время сложности и бесплодия. Для многих из нас. Тут десять лет уже верующий. Знаете, один год что-то не получилось, второй, уже десять лет. В отчаянии. Возможно, вы хотели бы принести плод перед Всевышним. Это в виде духовного роста. Многие люди говорят, я уже двадцать лет верующий, а еще нормально не принес перед Богом то, что бы я хотел принести. Духовное бесплодие. Люди почему-то не покаялись, моя семья еще не покаялась, какие-то ситуации произошли или не произошли. Есть люди, которые мечтают о чем-то большее, чем финансовая поддержка, чтобы было для людей. Вы понимаете, да? Возможно, возможно, это бесплодие, какие-то планы происходили, это финансовая бесплодие, это нету бизнеса. Возможно, и знаете, нам нужно бы, как Анна, которая приходит к Богу. Сегодня Бог Израиля хочет раскрыть свое имя, как Бог Завета. С тобой он, у него есть Завет. Независимо от твоей верности или падению. Друзья, если мы будем честны перед Богом, даже те, которые ходят в общину или там в церкви, то где-то в каком-то отрезке пути мы говорим, да, оно мне уже надо, надоело, оно надоело, я уже не буду либо не ходить на домашнюю группу, либо оставлю одно служение, другое, уже надоело, уже столько этого попыток у меня было, что уже не хочу. Знаете, на что похоже? На небольшую измену в семейных отношениях. Знаете, знаете, я не хочу молиться уже, все ты там уже все знаешь, что должно произойти на будущее, давайте пойдем к будущему через 20 лет и там мы поговорим. Абсолютно. У каждого из нас есть момент, и независимо нашей верности или неверию, Бог остается верным своему завету. Если ты, дитя Божье, исповедовав Ишуа личным спасителем, Бог обещает быть с тобою, и Он в завете с тобой, как и ты с Ним, но независимо от того, хорошо ты поступил или плохо, Бог хочет сказать, при всей твоей ситуации, я Бог Израиля, я Бог завета, навсегда, пока смерть не разлучит нас. Мы говорим тогда, не дай Бог, чтобы вы умерли, не покаявшись. Потому что, помните, мы из Икиля читали, что я это все сделаю, я помилую, чтобы ты даже рот не открывала и в стыде говорил о том, что вообще я наделала. Когда Бог нас милует, когда мы приходим к Нему, я хочу сказать, не дай Бог нам опять идти обратно в Египет. Нам нужно быть верными. Когда блудный сын пришел в сознание свое, помните, да, он говорит, что я это делаю здесь у свиней, не могу ни наесться, ничего, а у моего папы вообще и лучше кушают даже рабы, идут к отцу моему, скажу ему, я не достоин, хочу быть рабом, так ничего мне не надо, вот только буду рабом, знаешь, что я буду не голодный, буду часть какого-то дела. Помните, да, и он возвращается, не ожидая больше, чем он сказал, а наш Бог, он, Бог, Израиля, больше твоего ожидания, больше твоего ожидания, и когда блудный сын пришел, да, он даже не мог сказать ему, я недостоин, я как бы так вот, я, после неба, против тебя, он не сказал, что хочу быть уже рабом, он даже не успел это сделать, отец ему дал больше, чем он ожидает, при всем том, что он был неверным, все растратил, надежда, я сегодня хочу обратиться к вам, тем, как Анна томится неисполнение тех обетований или тех желаний, которые были, знаете, каждый год на Песах мы поем одну песню, Дай доену, она переводится по песне, если бы ты только вывел нас из Египты, это было достаточно, вот так, а тогда вывел нас из Египта, дал нам Тору, если бы дал нам Тору, то достаточно, но ты вместо того, чтобы дать Тору, ты еще дал обетовать, землю обетовану, но это было бы достаточно, но ты дал нам еще и храм, а знаете еще что Бог дал, Он дал нам Мешуа спасение, больше, чем Израиль вообще-то думал об этом. О чем я? Об этом имени мало говорят. Бог Израиля, Бог Завета, больше, чем достаточно. И мужья, которые в Завете, они всегда делают больше, чем их жены это ожидают. Но если жены, которые ожидают больше, чем они хотели бы, чтобы уже делали, я в другом вещах. О том, что больше, чем достаточно. Бог Израиля делает больше, чем мы ожидаем для того, чтобы он был прославлен. Не мы. Если мы это понимаем, тогда мы поймем историю Анны, которая, получив ответ на молитву, принесла и посвятила ее, этот ответ, Богу Израиля. Как вы думаете, Анна что, просчитывала? Ну, вот у меня здесь сын. Хорошо. Я вам подарю Богу и он мне даст еще детей. Она как-то так думала об этом? А могла ли она планировать больше, чем достаточно? Если у меня это есть, может быть, и другое получить. Я хочу, чтобы у вас появилась вера. У нас есть вещи, которые мы обещаем Богу. И то, что обещала Анна перед Всевышним, да, отдать сынов на службу Всевышнему, да, которые Бог использовал для изменения истории Израиля, и муж ее говорит, делай, как ты пообещала, главное, чтобы ты выдержала, что ты обещаешь. Отдать ребенка, с ним подтягиваться, там, до четырех лет, а потом отдать. И она обещает это, не ожидая ничего в обратное. Ей главное было одну вещь, стать матерью, снять посрамление, стать свободной от ужаса, которое в то время считалось, ты не имеешь детей, это проклятие. Она, получив свободу, она также взяла то, что самое дорогое, которое утверждало, что действительно Бог Израиля, это Бог Израиля, Бог больше, чем достаточно, он что-то сделает с этим. Интересно. И сказала, о, Господин мой, да живет душа твоя, Господин мой, я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. О всем дитя молилась я. Исполнил мне Господь прошение мое, чего я просил у него. И я даю его Господу на все дни жизни его служить Господу и поклонилась там Богу. Кто из матерей может так поступить? Самое, что выпрашивал, поступить так, отдать, пускай служит. Конечно, мы понимаем, что она приносила одежда, встречалась с ним. И мы во второй главе читаем. И посетил Господь Анну. И зачала она, и родила еще троих сыновей. Две дочери. А отрок Самуил возрастал у Господа. Бог Израиля больше, чем достаточно. Нам нужно верить в того Бога, который может делать неожиданные вещи. Только тогда, когда мы не только берем от него, а когда мы говорим его обещание, мы должны исполнить его. Даже когда мы говорим, я хочу принять водное погружение и обещаю тебе, Боже, служить чистой моей совестью. обещание мы можем исполнить. Даже когда мы говорим, нам хорошо, мы обещаем сделать одно, другое, третье, и вдруг этих финансов или чего нашего времени нам не хватает. Я спрошу вас, почему? Когда Бог нам вышел навстречу, мы находим извинения для себя эти обещания не выполнять. Потому что мы чаще всего не верим, что наш Бог, Бог Израиля, больше, чем достаточно, больше, чем ожидаемо. И молилась Анна, посмотрите эту песню, которую она поет перед тем, как исполнила свои обещания. И молилась Анна и говорила, возрадовалось сердце мое о Господе. Вознесся рог мой о Боге моем. широко развязывались уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении Твоем. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Бог наш. не умножайте речей надменных, дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог введение, и дела у Него взвешены. Лук сильных преломится, а немощные припояшутся силой. Сытые работают из-за хлеба, а голодные отдыхают, даже бесплодные рождают семь раз, а многочадные изнемогают. Господь умерщвляет и оживляет, низводит преисподнюю и возводит. Господь делает нищим, и обогащает, и унижает, и возвышает. Из праха подъемлет Он бедного, из бремени возвышает нищего, посаженное с вельможами, и престол славы дает им наследие. Ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную. стопы святых своих Он бледет, а беззаконные во тьме исчезают, ибо не силою крепок человек. Господь сотрет припирающих с ним, с небес возгремит на них. Господь будет судить законы, концы земли, и даст крепость царю своему, вознесет рог помазанника своего. когда я читал эту историю, я понимаю, перед тем, как отдать то, что обещал, она с радостью поет о Боге, которому не жалко отдать всю свою жизнь, потому что Он снял посрамление. Спроси себя сегодня, какое посрамление снял с тебя Бог? Кем ты был и что Он для тебя сделал? Разве недостаточно, что Машиев умер и воскрес наше оправдание? Достаточно. Но Он говорит, я Бог Израиля, Бог больше, чем достаточно. Если мы это поймем, Бог Израиля будет всегда дальше видеть, мы. Будет благословлять нас больше, чем мы ожидаем. Если будем приходить пред Ним с тем, что у нас есть. Возможно, это простота. наша вера. Возможно, это наши дела, которые мы хотим показать, что мы не хотим быть бесплодными. Возможно, многие еще вопросы. Но если мы поймем, кто Бог Израиля, а Он Бог Завета, и Он говорит, я с тобой соединился. ты мой, ты моя, я твой жених, давай мы вместе проведем эту жизнь. И не надо думать, что я тебя не одел, не обул, не прикрасил, не сделал тебя величайшим. И я очень часто вижу, очень, очень часто вижу. Людей, которые приходят к Богу, покаялись, не имея ничего, проблемы. Бог снимает там судимости, какие-то преследования, еще избавляет от каких-то привычек. И у них, этих людей, есть желание, желание быть успешным, желание, чтобы Бог изменил их жизнь, чтобы они стали теми, кто может благословлять общину строить, церкви и так далее. И знаете, Бог делает это. Я знаю несколько молодых людей, которые молили Бога, Боже, только сдать экзамен, мне нужно сдать сюда, получить эту корочку, и Бог давал, сверхъестественно. Через время получил работу, положение, занятость, я не вижу них в общине. Что это? Получаем бизнес, от Бога получаем мы связи и думаем иногда, что мы сами оделись, обулись, стали знаменитыми, Бог говорит, я видел тебя, когда тебя выбросили, ты не был никем, ничем, крови, пренебреженной, попираемой людьми, а я люблю тебя, одел тебя, обул тебя, прекрасен, ты вырос, стал прекраснейшим, и вдруг тебя привлекают другие, мир, твоя может быть позиция, подожди секунду, ты мой, а я ревнивый очень. Я знаю, что есть многие верующие люди, которые хорошо начинали, просили у Бога прорыва в бизнесе, получив, стали стеснительны, перестали давать славу Богу, они перестали говорить Бог Израилев благословил меня, перестали говорить о том, что какая-то ассоциация с верой в Мессию. Они возможно сегодня знаменитые. Если бы я называл имена компаний, людей, мы сказали, неужели они были верующими? Да. Какой будет их путь? Надеюсь, как языки писал, если ты все-то переживаешь, балкротство, ситуация, здесь по одной причине, я не хочу, чтобы ты остался в аду, я хочу, чтобы мы продолжим наши отношения. Давайте встать ваши ноги. Если вас коснулось это слово имя Бога, Бог Израилев, как Бог Завета и больше, чем достаточно, то есть он идет дальше, чем ваши просьбы и нужды. Давайте мы просто поклонимся, помолимся перед ним, скажем ему наши чувства. А если здесь есть люди, которые неверующие, не знающие Бога, Авраам услышал о Боге и поверил ему. Возможно, тебе нужно только сделать этот шаг веры, что Богом Бог всемогущий, а дальше Он будет открываться тебе как Бог любящий, защита, охрана, прорыв, как Бог, который делает чудеса, Бог, который твоя защита. я не знаю, Бог хочет открыться тебе как любящий Бог. Пускай сейчас Божья милость будет с вами, если вам нужно покаяние, раскаяние, как Израилю, чтобы вернуться в отношения с Богом и сказать, я хочу быть верным в наших заветах, делайте это. Ваше обещание, которое вы дали давно, исполните, чтобы это вам не стоило, как Анна и возможно. Не делайте так, потому что я почитал и сделаю копию, может быть от меня вернется, а быть уверенным, что тогда, когда вы обещали ему сделать то, что вы обещали, оно станет живым и действующим. Помолитесь об этих вещах. Знайте, что Бог Израиля Он с вами. Он никогда не покинет и не оставит вас. А вы и души пошлаем. Да благословить тебя, Господь, и сохранить тебя. Да призрит на тебя, Господь, светлым цель своим, помилует тебя. Да обратить свое лицо на тебя, Господь, и даст тебе свой шалом. И даст да 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 исцеление, благодать и милость.